МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я рад приветствовать вас, уважаемые телезрители, в студии RTN в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами депутат городского совета Нью-Йорка Ари Каган, и сегодня хотел бы вам рассказать о событиях минувшей недели. Одним из главных политических событий сентября стало неожиданное выступление мэра города Нью-Йорка Эрика Адамса, где он просто признался о том, что город просто захлебывается от наплыва мигрантов. О проблеме кризиса с мигрантами говорят все нью-йоркские средства массовой информации. Мы тоже неоднократно в наших передачах говорили о том, какая это серьезная проблема. На сегодняшний день в город Нью-Йорк прибыли с лета прошлого года уже более 110 тысяч мигрантов из самых разных стран мира. И только в ночлежках для бездомных на данный момент в городе размещены примерно около 60 тысяч мигрантов. Причем если раньше в основном это были люди, которые перешли границу Мексики и Техаса, Мексики Аризоны, Мексики Калифорнии и так далее, приехали из Венесуэлы, то теперь география радикально изменилась. Даже в своем выступлении, о котором я сейчас расскажу, мэр Эрик Адам сказал, что уже есть люди из Латинской Америки, он сказал, из России, из Африки и из других государств. Но, конечно, когда показали дорогу, как можно попадать в Нью-Йорк, не проходя никаких эмиграционных интервью, не проходя никаких проверок на состояние здоровья, обходя любых эмиграционных чиновников, нарушение любых эмиграционных законов, просто главная задача добраться до Мексики и пересечь границу. И все, и больше ничего не нужно. Не проверяют криминальное прошлое, не проводят никаких собеседований, опять же, я уже говорил, состояние здоровья, лишних вопросов, что называется, не задают. Стоит ли удивляться, что вот они так легко попадают в Америку, но почему в Нью-Йорк? Нью-Йорк издавна считается как бы самым гостеприимным, хлебосольным городом, где также действует статус Сенкчери Сити. То есть вопросов, опять же, лишних не задают и не передают эмиграционным властям для депортации, даже если основания для этой депортации есть серьезные. Примерно 90% прошений о политическом убежище, которое подают мигранты, заканчивается тем, что им отказывают в этих обращениях, но все равно никто потом никого не депортирует. Ну и также запрещено по статусу Нью-Йорка Сенкчери Сити сообщать в Immigration Customs and Enforcement, АИС, запрещено их уведомлять о том, что кто-то находится в Америке нелегально. И если раньше это было введено для того, чтобы иммигранты без документов не боялись сообщать в полицию об увиденных преступлениях, не боялись отправлять детей на иммунизацию, прививки, чтобы отправлять их в школу, для того, чтобы не боялись приходить в суды, то теперь не уведомляют вообще АИС, даже в случаях, когда это просто жизненно необходимо, когда речь идет о преступниках, которых арестовали за совершение насильственных преступлений. Нью-Йоркские газеты недавно рассказали об одном главаре банды из Венесуэлы, который пересек границы Мексики и Техаса, потом добрался до Нью-Йорка и умудрился с июня нынешнего года совершить уже 14 преступлений, из которых 6 насильственные преступления. И так как в Нью-Йорке, еще в штате Нью-Йорк действует вот эта бейл-реформ, то его даже до суда его отпускали без какого бы то ни было залога. Ну а так как Санчери-Сити, то не уведомляли иммиграционные службы о том, что вот 14 преступлений и 6 насильственных. В итоге он продолжал нападать, продолжал грабить, продолжал делать вооруженные нападения с ножом и так далее, и так далее. В одном случае даже избил полицейского, напал на полицейского, и все равно ничего, никто, что не депортировали, даже в тюрьму никак не могут посадить. Вот в таком городе и в такое время мы живем, когда преступник без документов, нелегально находящийся в Америке, совершает огромное количество преступлений, в том числе насильственных. И его не только не могут депортировать, его не могут даже посадить в тюрьму, даже на время. Даже это просто театр абсурда, да. И поэтому, конечно, с одной стороны, мэр жаловался на федеральное правительство, он жаловался на то, что не помогает федеральное правительство, денег не выделяет, что уже 12 миллиардов долларов, он сказал, все это нам обойдется в ближайшие еще два года, если ничего не менять. Но кроме денег, тут я уже рассказал целый клубок того, что никто ничего не хочет менять. Не хочет менять Белый дом, не хочет менять президент и конгресс, не хочет менять федеральное правление по чрезвычайным ситуациям, не хочет менять мэр, не хочет менять горсовет, не хотят менять в легистраторе штата. То есть в легистраторе штата приняли закон Бейл-реформ, но я в данном случае говорю конкретно об очень левых демократах, или как здесь сейчас говорят прогрессив, которые не хотят ничего менять, которые говорят, что тюрьмы это плохо, что мигрантов нужно принимать и вопросов не задавать. Мэра уже осудили социалисты, в частности Тиффони Кабан из Квинса, депутат горсовета, очень левого толка, она социалистка, она заявила о том, что это американская, дескать, мечта, хватит тут, ты почти сказал, мэр, говоришь как республиканец почти, что это нужно не осуждать, а одобрять, нужно приглашать и приветствовать. Только к себе домой она не пригласила пару семей мигрантов, это кто-то другой должен делать. Она также выступает за закрытие тюрем и за как можно более быстрое освобождение из тюрем всех заключенных. Но что происходит в городе, что будет происходить, если всех заключенных из всех тюрем освободить, мы с вами прекрасно понимаем. Но вот этот театр абсурда, к сожалению, продолжается из-за того, что не хотят менять существующие правила и законы, а правила и законы нужно менять. И когда республиканцы, консервативные демократы предлагают очень конкретные эффективные решения, которые можно внедрить в течение одного дня, подчеркиваю, одного дня, в течение одного дня можно остановить этот поток на границе и вернуть все к ситуации до 20 января 2021 года, когда все собеседования проводились консульскими службами Америки на территории Мексики. И только когда уже было разрешение приехать, зайти на американскую территорию, тогда человек мог к нам в Америку пересечь границу, а не так, что все желающие приходят в Америку и уже здесь разбираемся. Это все можно решением президента сделать в течение одного дня несколько исполнительных распоряжений, и этот поток там на границе, южная граница остановится. Но в городе Нью-Йорке вот этот sanctuary city статус тоже был введен решением мэра, и поэтому решение мэра можно опять же в течение одного дня все отменить. Я сейчас внес на рассмотрение коллег по горсовету свою резолюцию, обращающуюся к мэру Эрику Адамсу с просьбой немедленно приостановить действие закона sanctuary city, как suspend по-английски. Но я уже наперед знаю, что мое предложение поддержат 2-3 консервативных демократа, поддержат коллеги-республиканцы и не поддержат подавляющее большинство ультралибералов, социалистов, прогрессив в горсовете. Не поддержат, скажут, что вот это жестоко, нельзя этот статус отменять, и нужно все оставить как есть. Все и так хорошо. Все хорошо. Но теперь мы меняем тему. Мы уже много раз говорили про кризис мигрантов, и к этой теме мы обязательно еще вернемся, потому что это, даже как признался мэр, окажет влияние на все стороны жизни города Нью-Йорка и на качество нашей с вами жизни. Но сентябрь это еще и месяц, когда дети пошли в школы. Возникли самые разные ситуации, как приятные, так и неприятные. Об этом я тоже хочу рассказать. В самый канун начала нового учебного года профсоюз водителей школьных автобусов пригрозил забастовкой. Но, к счастью, все-таки этой забастовки удалось избежать. Школьные автобусы приходили, детей отвозили куда нужно. Слава Богу, то есть накладок было очень и очень мало. Эту забастовку удалось предотвратить. Профсоюз водителей школьных автобусов сказал, что не хочет создать ситуацию, при которой все дети и родители в первый же день начала учебного года схватятся за голову и не смог. Это было бы катастрофой, если бы все школьные автобусы в этот день не ходили. Ну, а я в этот день выбрался в две школы. Одну в Грейвсенде, PS-216 на Avenue X. Вот вы видите эту фотографию, сделанную возле этой школы. В Грейвсенде как раз двое русскоязычных родителей перевели своих детей в школу. Были все очень рады. Там были родители, учителя, директор школы всех встречала с радостью. И все были очень рады. Начало учебного года. И родители радовались. Многие даже пришли с цветами. Я тоже помню первый свой день, когда я пошел в Минскую школу, в среднюю школу номер 20. Это было тоже 1 сентября, я хорошо помню. Я родился в 1967 году. Значит, это был 1900, я так думаю, 1974 год. У меня есть фотография, но я ее сегодня не буду показывать. Тоже был радостный день. Первый день пошел в школу. Поэтому, конечно, хочется поздравить всех родителей, всей семьи, чьи дети пошли в школу. Будем надеяться, что все будет хорошо. Мы делаем все возможное. Я же на своем участке делаю все возможное, чтобы помогать школам, родителям, программам продленного дня, чтобы поощрять занятия, действительно занятия с детьми. Компьютерами, рисованием, спортом, компьютерной графикой в старших классах. Делать все возможное, чтобы дети могли заниматься. Причем, опять же, чтобы изучали английский, математику, историю, физику, химию. То есть, те предметы, которые должны изучаться в школе. Они занимались ерундой или чтобы там не преподавали всякую дребедень. О чем я тоже могу рассказывать целую передачу, какие бывают ситуации. И вторая школа, которую я в этот день посетил, находится на Коне-Аленде. Это школа, нет, вот эта школа еще у нас 216-я. А следующая школа, которую я посетил, это школа номер 188. Она расположена на Коне-Аленде. Именно в этой школе, именно в спортзале этой школы хотел в свое время мэр разместить, разместить мигрантов. Но после протестов родителей, которые я там был, тоже организовывал, мигрантов из этого спортзала убрали наконец. И вот я был очень рад приветствовать детей, родителей. В основном это были афроамериканские дети, были китайского происхождения, было несколько русскоязычных детей. Это было back-to-school event. Вот тут был и праздник настоящий, там полицейские пришли тоже. Были клоуны, выдавали ранцы и школьные принадлежности. Был настоящий праздник в школе номер 188 на Коне-Аленде. Это район Нептин-Эвене, Вест-33-я стрит. И слава Богу, что такие праздники, я бы сказал, жизни проводятся. И при каждой школе, в каждой родительско-учительской ассоциации участвуют, общественные организации, политики. Я со своей стороны тоже старался помочь очень многим школам. В общем, желаю только удачи и благополучия всем, у кого дети пошли в школу, чтобы все было только хорошо. Сентябрь такой месяц, когда этому уделяется особое внимание. В обязанности депутата Горсовета и всех моих помощников, конечно, входит оказание помощи жителям нашего округа в Южном Бруклине. Это районы Сигейт, Кони-Айленд, Ворбас, Бич-Хевен, Грейвсенд. До 1-го января еще будет Бенсенхёрст и Бесс-Бич. Так вот, недавно одна сотрудница моего офиса, ее зовут Иоанна Вильямс, она шла по Кони-Айленду и обнаружила, что входная дверь в одном из зданий Нью-Йорк-Сити-Хаусинг, которые эти здания субсидированного жилого комплекса, Керри-Гарденс, что там сломана входная дверь, там замок вот сломан, такая железная штука отошла, она сфотографировала, отправила в горжилуправление, позвонила им и сказала, что дверь открыта, любой желающий может зайти, пожалуйста, отремонтируйте эту входную дверь. И хочу сказать, что дверь отремонтировали, на следующий день приехали ремонтники, и, в общем, эта дверь, хотя она выглядит неприглядно, но она закрыта, и зайти в этот дом, речь идёт про вес 23 в данном случае, Керри-Гарденс, уже так спокойно, без ключа не получится. Так что огромное спасибо Айане Вильямс из моего офиса за то, что она обратила на это внимание, и мы каждый день занимаемся различными проблемами, повседневными нуждами избирателей. Ежедневно в мои два бруклинских, один манхэттенский офис обращается примерно 50-60 человек, жителей, в основном, конечно, моего округа, но иногда бывают и жители других округов тоже. И, конечно, не в состоянии помочь 9 миллионам жителей города Нью-Йорка, но мы стараемся по возможности, если есть возможность, всё-таки чем-то как-то помочь. Недавно в наш офис обратилась Инна Лукьяненко, очень известный, популярный социальный работник, она работает в основном с пожилыми людьми, но не только, она работает в отделе социальных служб, вот её фотография, в еврейском центре Бенсон-Хёрста на Байпарковой, а ранее Инна Лукьяненко работала в офисе моего предшественника, депутата горсовета Марка Трейгера. До этого, я ещё с ней был раньше знаком, она работала в благотворительной организации по оказанию помощи малоимущим жильцам Бруклина, Бруклин Хаузинг и Фэмили Канцелл. Так вот, она имеет большой опыт оказания помощи людям. Обратилась она в наш офис депутатский, потому что она сказала, что своими силами решить проблему не может. Речь шла о ночлежке для бездомных в Манхэттене, где русскоязычную женщину старше 50 лет и её дочку хотели выселить, освободить больше мест для вот этого наплыва мигрантов. И главная проблема была в том, что эта женщина болела раком и имела ряд ещё других серьёзных болезней. Если бы её выселили из этого, как мы говорим, шелтера, из этой ночлежки и куда-то послали в другое место, то, во-первых, неизвестно вообще, нашлось ли бы место ей в другой ночлежке, во-вторых, именно в той ночлежке, где она находилась, эта женщина, был медикал-директор, была медсестра, и могли смотреть за её состоянием здоровья. И именно они и сказали, Инна Лукьяненко и эта женщина, что у неё очень серьёзные медицинские проблемы, что ей нужна помощь. Любое её переселение, выселение из этой ночлежки привело бы к трагедии 100% и для неё, и для её дочери. И Инна пыталась, обращалась в этот шелтер, звонила в эту ночлежку, но своими силами не получалось. И поэтому она обратилась в наш офис за помощью. И вот в нашем офисе работает чудесная женщина, которая помогла уже огромному количеству людей, вы её хорошо знаете. Её зовут Юлия Ярославская. Она, думаю, в офисе раньше работала в офисе сенатора штата от Южного Бруклина, тоже имеет богатый опыт. Так вот, Юлия Ярославская обратилась и в офис мэра, и в департамент по услугам для бездомных, и позвонила в эту ночлежку. В общем, как мы говорим, great news, хорошая новость. Знаете, иногда газеты выходят такие, на обложке написано good news, great news, в данном случае хорошая новость. И вот эту женщину с её дочерью оставили в покое, оставили в той ночлежке, где она находилась. Провели обследование, медицинский директор сказал, лучше её не нужно трогать, у неё слишком много проблем со здоровьем, пусть она остаётся, где уже есть, и пусть она получает медицинскую помощь, обращается к врачам, не надо трогать ни её, ни её дочку. И мы благодарим Инну Лукьяненко и Юлию Ярославскую за то, что помогли этой семье, огромное спасибо. Я всегда говорю, спасаешь одного человека, спасаешь человечество. Ну и также в сентябре Нью-Йоркская ассоциация узников гетто и концлагерей во главе с президентом Павлом Вишневецких отметила замечательный еврейский праздник, еврейский Новый год, Рашишана. И это совпало с тем, что отметили юбилей 80-летия президента ассоциации, Нью-Йоркской ассоциации узников гетто и концлагерей, Павла Вишневецкого. Вот на этой фотографии я награждаю Павла Вишневецкого почётной грамотой от Горсовета Нью-Йорка. И желаем только крепкого здоровья, благополучия. И, как мы говорим, до 120, да? Мазлтов Павел. И также, конечно, я был очень рад возможности увидеть членов этой замечательной организации Нью-Йорк ассоциационов Holocaust Survivors, которые очень много делают для сохранения памяти о жертвах Холокоста, для того, чтобы поддерживать людей, переживших ужасы, катастрофы. И очень приятно всегда, когда есть возможность, помочь этой организации. И я, как депутат Горсовета, всегда стараюсь помогать. И очень рад, когда мне это удаётся. И раз уже мы заговорили о наступающем еврейском Новом Годе, хочу, пользуясь случаем, поздравить всех наших телезрителей, радиослушателей, всех, кто отмечает еврейский Новый Год. Роша Шана. Пожелать здоровья, благополучия, сладкого, кошерного, светлого Нового Года. Шана Тува. Чтобы Новый Год, конечно, был лучше, безопаснее, приятнее. Чтобы были только хорошие, замечательные новости. Ещё раз Шана Тува. Чтобы было только добрые, хорошие новости. В вашем доме. И вот вы видели на фотографиях там яблоки с мёдом. Я знаю, что многие еврейские организации в канун праздника Роша Шана раздают продовольственные наборы, поздравляют. Или просто, если есть возможность, просто обзвонить даже людей, поздравить их с наступающим еврейским Новым Годом, спросить, как самочувствие, как настроение. К сожалению, и в городе Нью-Йорке, и в Америке, и за пределами Америки по-прежнему ещё очень немало случаев, очень печальных случаев антисемитизма. И в городской системе вузов города Нью-Йорка. И часто бывают инциденты очень серьёзные. И свастики рисуют, антисемитские оскорбления, нападения на евреев. Но если говорить за пределами Америки, конечно, очень нам всегда тревожно, когда в Израиле совершаются теракты, когда евреев убивают в 2023 году только за то, что они евреи. Или недавно Махмуд Абас, глава палестинской автономии, выступая по телевидению перед жителями своей палестинской автономии, начал оправдывать поведение Адольфа Гитлера и заявил, что да, Гитлер во время Холокоста решил убивать евреев, потому что они до того, как война началась, творили безобразие с деньгами, с финансами, создавали ему большие проблемы. Занимались там ростовщичеством, банковскую систему контролировали. В общем, короче, вот такие были бяки евреи, и они настрополили Гитлера, чтобы он потом убил 6 миллионов евреев с лишним. Ну, фактически, это ревизионизм Холокоста, это отрицание Холокоста, это оправдание Холокоста. И, конечно, этого оправдания нет. И я считаю, что правительство Америки, президент США, Конгресс США, все, как я написал в социальной сети Твиттера, да, и на Фейсбуке, все люди доброй воли должны осудить такого рода заявления. Мою бабушку расстреляли в Минском гетто за то, что она была еврейкой, а не за то, что она захватила банковскую систему фашистской Германии. Вся ее вина была только в том, что она была еврейкой и ее двух маленьких детей. Поэтому любые заявления ревизионистов Холокоста, это просто опять подталкивание к фашизму, это опять подталкивание к возвращению той ситуации, которая была, сложилась в нацистской Германии в 1933 году. Мы не будем молчать, я не буду молчать, я никогда не молчал и молчать не собираюсь. И если в городских вузах города Нью-Йорка берут на работу профессора антисемита, известного, если руководители системы Кьюни, колледжес и университесов Нью-Йорк, сквозь пальцы смотрят на антисемитские выступления выпускницы Кьюни Лоскул, адвокатской школы при колледжах и университетах города Нью-Йорка, то я требую, призываю, направляю письма, выступаю в горсовете везде, добиваюсь, чтобы ответственные понесли наказание, чтобы таких профессоров, таких руководителей вузов, таких руководителей системы вузов добиваюсь, чтобы они ушли в отставку. Если они не уходят, будем дальше добиваться, будем дальше требовать. И привлекаю внимание прессы к этому вопросу, привлекаю, как я говорю, всех людей доброй воли, потому что мы не можем допустить, чтобы в 2023 году в Нью-Йорке спокойно себя развязно чувствовали антисемиты. И я это делаю не только потому, что я сам еврей, не только потому, что я внук расстрелянной узницы Минского гетто, я считаю еще раз, что это обязанность всех людей доброй воли, всех порядочных людей бороться с любыми проявлениями антисемитизма, фашизма, неонацизма, расизма, ненависти, потому что завтра придут за кем-то еще, если мы сегодня промолчим. И поэтому я молчать не собираюсь. Но я не хочу заканчивать на печальной ноте, еще раз хочу поздравить вас с еврейским Новым годом. Еврейские праздники всегда очень приятны. Я знаю, что когда приходишь в синагоги, видишь еврейские конгрегации, где отмечают праздники, я стараюсь всегда один день в одной синагоге, другой день в другой синагоге, встретить, чтобы как можно больше людей поздравить с праздником Рошушана, пожелать здоровья, счастья и сказать Шанатова. Всего вам самого-самого доброго и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был депутат городского совета Нью-Йорка Ари Каган. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова